Опаздывать невежливо, но если случилось так, что задержки больше чем на 5-10 минут не избежать, стоит об этом предупредить. Если вас ждут на дружеской встрече или домашнем торжестве, то 5-минутное опоздание вам наверняка простят. Если уже вы задерживаетесь на 15 минут, мы звоним хозяйке и предупреждаем ее, просим начать торжество без вас. Если вы заходите в комнату, то мы со всеми здороваемся, не нужно рассказывать причины вашего опоздания, просто улыбаемся и тихонько подходим к столу. Не нужно прерывать разговор и становиться центром беседы. На семейных мероприятиях по правилам этикета принято ждать, не садясь за стол, только главу семьи или приглашенного в преклонном возрасте. Но это не касается свадеб и юбилеев. Не принято откладывать начало официальных и корпоративных мероприятий. Если в их программе предусмотрен оператив, это как правило 15 минут, задержаться и пропустить его не считается дурным тоном, но нужно обязательно появиться к началу банкета. На банкет вообще некрасиво опаздывать, потому что сначала заходит начальство, после начальства обычно некрасиво заходить в это же помещение. Если же все-таки так произошло, то лучше всего зайти аккуратно, как можно незаметнее это сделать. Если вы не знаете, куда сесть, лучше спросить официанта, проводить вас к столу. На деловые обеды и мероприятия опаздывать не принято ни на минуту. Задержаться и не успеть к началу романтической встречи допустимо только для девушки и не более чем на 15 минут.